всем привет сегодняшнее видео посвящено началу гибридизации в главной роли у нас будет репел которого я купил на ярмарке в городе кропоткин вот такой у меня репел есть моя задача споровать этого репела с канарейкой суть в том что вообще с чего начинать гибридизацию я думаю правильно будет начать с приобретения птицы и так поскольку я купил репела и у меня еще есть я сам наловил щеглов попозже я сниму видео про щеглов значит репел адаптировался в течение двух или трех недель как я его привез с рынка он же у меня в отдельном помещении вот в этой маленькой клеточки у меня есть видео снятые ранее он там поет нормально себя чувствует и вот сегодня я решил его объединить принести сюда в общак где у меня все канарейки вот тут неподалеку канареечки умеете клетки стоят и репела я решил разместить поблизости с самками вот эта клетка сам здесь все самочки на сегодняшний день которые у меня свободные ну думаю пускай адаптируется привыкает он же птица лесная думаю вот рядышком с канарейками чтобы они его не боялись ну и он чтоб их не шарахался потому что я замечал даже бывают такие случаи когда вот к примеру канарейки желтые все а кидаешь к ним зеленую самку или зеленого кеннера и они первое время ну там буквально день-два они прям боятся и шарахаются прям в стороны от этого от другой расцветки канарейки ну думаю как раз репел будет привыкать и где-то к концу марта примерно концу марта но это вот не так посоветовали более опытные эти кто гибридом занимается птицеводы они говорят лучше концу марта ну я думаю как раз до конца марта у меня будет время чтобы мой репел адаптировался привык к моей к моему кормлению привык сейчас я вам расскажу про кормление и про профилактики которые я сделал этому репелу значит условия содержания репела я ему выделил такую вот клетку сейчас я вам размеры клетки продемонстрирую итак смотрим значит размеры клеточки данная клетка подходит в принципе и для содержания парного содержания для разведения канареек здесь у нас выходит 45 46 это у нас длина клетки высота клетки 31 примерно до 31 там поддон убираю очень 3130 и глубина или ширина как правильно сказать это будет 24 24 вот такой размер клетки для репела ну и здесь будут подсажу к нему потом самочку буду разводить значит по поводу клетки это понятно в плане жердочек я выбрал штатные жердочки которые стояли в этой клетке это деревянные палки думаю со временем заменю их на палки из коры пока можно и так просто сейчас у нас зима конкретно снег все завалило палочку я отступил от края клетки вот если отсюда смотреть ну примерно 8 сантиметров будем считать 8 сантиметров это палочка от стенки чтобы он не терся хвостом а расстояние между палочками расстояние между палочками у меня получилось 27 сантиметров то есть репел прыгает даже смотрите если присмотреться несколько раз он умудряется махнуть крыльями так по содержанию ясненько тут установил также купалку но установил на всякий случай честно сказать не знаю будет купаться не будет но я думаю сейчас у нас смотрится и будет с удовольствием купаться потому что канарейки любят купаться чуть ли не каждый день через день купаются так рядом располагаются самки прям прям близко клетки почти вплотную поставил насколько это было возможно и пускай адаптируется вообще репел так бегло если посмотреть он хороший шустрый упитанный молодой кстати заметил сегодня у него грудка вроде как начинает набирать бордовый бордовый такой темно-вишневый оттенок сейчас я попозже я его поймаю вам продемонстрирую вы мне скажете если кто разбирается в репелах так это или не так просто я много слышал что репела не набирают цвет когда живут в условиях домашних а в дикой природе якобы все у них красный грудь красные грудки так по самочкам значит будем выбирать ему самку значит по условию содержания это понятно тут стандартные лучше если вы сделаете веточки с корой но пока будет так главное чтобы это были хотя бы не пластмассовые ветки по поводу выбора самки многие мне рекомендуют канароводы разводчики кто занимается гибридами говорят а лучше брать муаровых самок муаровые самки это вот наподобие как вот здесь находится но тут нет они оранжевые сейчас я вам покажу у меня в другой клетке репел слышите немножко начинает петь в другой клетке есть самка которая будет лучшим образом подойдет для гибридизации чтобы получить красивый цвет сейчас я вам покажу эту самку вот видите в гнезде сидит самка вот по идее такая должна быть в идеале самка для гибридизации с репелом ну по крайней мере мне так советовали на выставке ребята которые уже занимались сейчас я ее подыму вы ее увидите вот она самка такая видите у нее лоб красный грудка белая плечи красные вот примерно такую надо самочку подобрать но у меня такой расцветки самка 1 остальные самки у меня вот здесь есть похожая самка вот она оранжевая но немножко не такая но будем пробовать если эта самка успеет освободиться до конца марта значит она пойдет в эту гибридизацию если нет значит другая пойдет гибридизацию так значит по поводу самок определились будем выбирать из того что есть но желательно муаровую вот успокоился репел у нас есть возможность его рассмотреть попробуем сейчас грудку рассмотреть чтобы в руки не брать но там вот редко кое-какие перья начинают набирать бордовый оттенок так все таки не видно все таки не видно надо в руки ловить значит так условия содержания по поводу самок это понятно если что-то непонятно пишите в комментариях будем вместе обсуждать потому что я этой темы коснулся первый раз может где-то что-то я пропущу вы мне пожалуйста подскажите буду вам признателен по поводу питания данная клетка оборудована вот так вот такой кормушкой кормушка называется типа пенал легким движением руки она вытаскивается клетки я пронумеровал это номер седьмой значит смесь такая же как канарейки кушаю только немножко больше я увеличил количество семечек но по этому поводу переживаю чтоб он у меня не зажирел до конца марта и поэтому я его приучаю к пророщенному значит репел начал в течение месяца с удовольствием кушать пророщенные семечки пророщенную пшеницу а первое время он на них смотрел с подозрением также я ему предлагаю морковку делаю я разнообразие еды через день то есть как понять через день зерносмей стандартная у него всегда есть наличие а допустим сегодня у него морковка вчера у него была пророщена семечки и пшеница морковку есть он хуже семечки с пшеницей сейчас стал хорошо кушать возможно он будет скоро кушать морковь нормально просто надо мне его вот он залезть случайно в ванну искупался надо мне просто так чтобы он все ел потому что он должен быть хорошо подготовлен к сезону размножения ну и будет же птенцов будет помогать наверно вряд ли он будет помогать птенцов кормить его задача будет покрыть самку и все я его сажу как-то так буду делать так значит еще надо не забыть такой нюансик что когда я его привез я сделал ему пропойку погоняли глистов погоняли простейших от глистов я использовал базы от простейших турококс по моему да предлагал я ему также предлагал репелу личинки этого жука хруща личинки что-то он не стал кушать не знаю надо ему личинки не надо в книжке написано вроде надо посмотрим где он здесь очень шустрый значит по поводу песни если удастся я в конце видео прикреплю песню как он будет петь на новом месте он уже тут поет просто при мне он сейчас пить любом случае не будет он немножко все таки еще напуган вообще птица не прям так ручная становится если с щеглом сравнивать щегол легче приручается чем репел или реполов но в принципе вот такие вот дела по поводу содержания обговорили по поводу с кем поровать обговорили размеры клетки все показал рассказал какие то вопросы будут пишите советы тоже пишите потому что я иду первый раз тема это интересно и сколько бы ни было разводчиков у каждого какая-то своя своя у каждого метод свой у каждого имею ввиду реполов запел хотел заснять замолчал сейчас я установлю камеру и попытаюсь все таки снять песенку вам посмотрите как он поет на новом месте я думаю все я учел то есть самочек рядышком повесил чтобы они адаптировались как это все получится не знаю ну купалочка пока повисит все сейчас я ухожу а он будет на камеру пить не забывайте подписаться поставить лайк и посоветовать мой канал своим знакомым птицеводом будем объединяться дружно в дружном таком контексте мы добьемся больших результатов я надеюсь на это если вы знаете я оба пока не забывайте подписаться видео гидрия мед